Студенты Чувашии вновь готовятся принять участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга. Сегодня начался отбор проектов. Какие новые идеи выдвинули потенциальные участники и по каким критериям будут отбираться работы, узнала наша съемочная группа. 17 по 27 июня Мостряковские озера Самарской области вновь примут инициативную молодежь, которая готова представить и защитить свои уникальные проекты. Каждая работа пройдет через конвейер. К такому методу оценивания ребят подготовили заранее. Ребята работают очень много по различным проектам. Но вообще социальное проектирование у нас сегодня очень на слуху. И мы работаем в этом направлении. И проектные школы проводим, и в вузах, и в образовательных организациях ведется работа. И каждый сам по себе студент старается работать в этом направлении тоже. Квота у нас, как и в прошлом году, остается 90 человек. Это организованный выезд на больших красивых автобусах. Финансируют полностью за счет бюджетных средств. И я думаю, что эти 90 человек будут достойными представителями Чувашии. В этом году в качестве гостей на Иволку ожидают делегации из Аргентины и Швейцарии. Поэтому побывать на форуме будет вдвойне интереснее. Отсюда инноваторские работы участников, передвижные фото-выставки, необычные проекты по работе с инвалидами, с детьми и другие яркие идеи. В этом году я хочу поехать на Иволку с проектом «Диалог языков и культур. Вливайся». Проект направлен на помощь в адаптации иностранных студентов, которые приезжают к нам на обучение из разных стран, в частности из Азии, путем создания интернациональных площадок. На площадках, конечно же, они будут встречаться с нашей молодежной средой Чувашской республики. Они будут общаться и, естественно, знакомиться своим языком. На региональном этапе отбора участники встретились с экспертами, которые оценивают актуальность, механизм реализации проекта, финансирование и результат проекта. Мы хотим написать метод, что в Чапоксаре офигеться на историю. Также у нас будут денежные призы отчисляться именно за первые, вторые, третьи, четвертые места. Вся на том, что будут выданы сертификаты об участии. И много будет выпущены сувенирные продукции. В качестве стабиль планируется не менее 150 экземпляров на сам фотоальбом. Регистрация на молодежный форум «Иволга» продлена до 15 мая. Поэтому есть время отправить свою заявку по любому из девяти направлений. Будь то «Арт-квадрат», «Инфопоток», «Инновационные технологии», «Малая Родина», «Беги за мной» или специальная смена в честь 70-летия Победы «Патриот». Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика.